Вернулся еще, ну почти увернулся. Зевсу ульт. Ну еще нет, еще не будет ульта. Сейчас Дэнди подождет, пока станет мало здоровья. Там хвост правда умирает. Сейчас Зевсу ульт. Хвост забрал таки фраг. Дэнди такой, ха-ха, не застилил. Фраг достался хвосту. В любом случае, 12.7 на 9 минуте. И это графинал турнира. Как же давно я не наблюдал вот таких фрагов. Аркандуции бы сейчас Зевсу не помешали. Вообще было все шикарно. Не хватает у него сейчас маны. Кризис у него такой своеобразный. Продолжает, продолжает он проявлять Синг-Синга. Кризис среднего Дэнди. Ну что, на топе Куроки. Фейзы есть. Есть Ринг оф Эрген. Шестой левел. Кокрек. Пупея. Пупей бультия. Ару залетает в Бон Севена и просто нарезает его Пупей. Бон Севен минус. Пупей жил. И там, смотри, Куроки еще продолжает баковать. Гонит он замедленя. Куроки просто под тавр. Смотри. У Куроки нечем, нечем реально замедлить. Вот нет у него еще клэпа. Он, кстати, он только шестой уровень. Левел действительно у него пока маленький. Хотя тут все маленькие левелы. На тебе, Сакира. Пупей, смотри, как мало здоровья Пупея. Он очень битый. Я не знаю, куда он сейчас идет и зачем он туда идет. Он сейчас просто на один брейнсап. Но он зашел в ультимейт. Видит Синг-Синга. Там погоня очень серьезная. Смотри, смотри, Пупей. Синг-Синга. Да, отлично. Разряжается в Синга. Но и тут минус. Слушай, Фанник уже анстаповал. У Фанника уже даблкил. Что происходит? С топориком. Нормально. 12%-то бонус дэмэджа. Мини-шуточки. 11-ая минута. 15-7. Я посмотрю график. Ну, 2000 голды. Ну, 5000 экспы нами ведут. Они зарабатывают бешеное количество экспы за счет вот этих вот... Тут в этой игре нет понятия, кто стоит на какой линии. В этой игре... Ну, тут все-всех бьют. В том-то и дело. Фанник, по-моему, не мясанул вообще ни одной стрелы пока. Фанник, походу, мод Вигаса включил. Куроки там что-то... Печень прихватила, видимо, бежит. Не хватает. Ему сейчас лапера очень сильно. Попьет набался здесь на Пупея. Закрыл. Тут спрятал Лопатна. Пупея. Это минус Пупея, конечно. Ну, вот тут уже так. Тут без шанса было. И Дэнди, кстати, там в инвизи тоже рядышком пробегал. Причем просветка по Дэндику не попала. И Сентрика еще здесь нет. Но Дэнди пока что просто продолжает стоять. Один в центре. На него выходит Боны 7. Дэнди в верхнюю. Отлично. 400 кп остается у Клак Верка. И Дэнди гонит его дальше. Ульт. И сейчас будет еще верхняя. Вот она, верхняя нижняя. Не добивает лоу. 4 кп остается. И достает. Какой там рейндж? Что? Это было нереально. Ну, как он отсюда достал сюда? Кто? Я не знаю. Квапа убила хвоста на топе. Параллельно Сиксинг отсюда просто улетает. Потому что он боится. Дэнди покупает даггер. Они продолжают получать удовольствие от этой игры. То есть сейчас можно было включить просто пот, кровь, слезы. Купить аркан тапки. Еще там что-то. Но нет. Дэнди просто покупает даггер. И есть мнение, что Кроки тоже на этот самый даггер сейчас собирает. Нет. Нет. Там Владмир. Там Владмир. Кроки, безусловно, нужен Владмир. Чтобы он хоть нормально мог себя чувствовать. Хотя бы бегать более-менее. Чтобы был реген маны, реген хп. И Урса могла атаковать. Так что тут все правильно делает Кроки. Дэнди. Дэнди с даггером. Готов рваться на Квапу. Квапа, кстати, мертвая сейчас должна быть. Нет. Дэнди не получилось прохарасить. Хотя вот она тычка. Квапа. Но Квапа есть блинг. Квапа сейчас будет выходить. У Дэнди тоже есть блинг. Но кулдауну Дэнди чуть побольше. Да. И ульта пока не было. Дэнди, кстати, уже почти 11 уровня. И скоро будет уже вторая ульта. Да. Там 350 дэмэджа. Очень сильные. Дэнди в первый раз сейчас позабирать немножечко, чтобы были разнообразные хелп-артефакты по типу Миканзма, по типу аркентапка. Аркентапка у кого-то. И будет, конечно, все намного круче. Для них. Так. Ну и минус хвост. Хвост ультанет, конечно. Да, ультанул. Кстати, еще и по двоим. Да ладно. Хвост еще и хорошо. Дэмэджа внес, кстати. Бон Севен там проседает очень плотно. Бон Севен делает тп аут и сделает. Зевс ульт! Бон Севен! Есть все-таки фраг на базе! Да, нормально, нормально все. И Бон Севен такой, дююд! Это мне сейчас, знаешь, напоминает... Энвик, кстати, тут 5 хп уйдет. Я бы на самом деле сейчас смайлик... Ну, не смайлик, а биндрафы в квейке. У него есть такой кмон! Да-да-да. То есть вот просто... Да ладно! Под ма еще и делает... Уикед Сик уже фаник. Что творит этот фаник просто? 7-0-1. У него фейзы появились, 1100 голды у него есть. Так, фаник... Он его сейчас будет убивать, скорее всего. Будет мансовать, будет мансовать! И... Так... И... Он там 5 секунд до следующего скрим оф пейна. У него есть стрела, погоди, погоди. Там сейчас на разврате можно еще навешать. Было бы очень прикольно, если бы он сейчас просто на разврате дал стрелу. Смотри, сотри, сотри, сотри! Ну да, на тебе. Ну, на этот раз не попал. Фууу! Фууу! Фаник дисбант. Так, ну ладно. Дэнди-то у нас сейчас на топе, опять же, со своим дайгером продолжает дофармлять. Есть у него уже 11 уровень, 30 секунд до ульты. И... За Дэнди-ком выехал. Причем выехал Клокверк. Вот это очень неприятно. Дэнди-блинк-аут. Ой, Дэнди-блинк-аут еще его увидели. Не-не-не-не-не, не хватило, не хватило немножко вижна. Если бы увидели, Клоквер бы уже давно был там и занимался бы контактными видами спорта сейчас с Дэнди-ком. Ну и... Появляется Владмиру Куроке. Буквально со следующего крипа. А у Медведя-то 1200 голды на 15-й минуте. У Энви вообще ни черта нету. И 9-й левел. Ну, у Медведя общий Нетворс такой же, как у Клокверка и на 500 меньше, чем у Урсы. Пока что топовый по Нетворсу это у нас Квапай. И как бы там Нави не ходили, не убивали, они помимо лишнего опыта еще ничего не получили. Ну да. Потому что мы будем забывать про того же Медведя. Пупей, сейчас взорвется Пупей, если не до Стан. И он уже взрывается. Но он там, конечно, Стан. Неплохо, кстати, Стан залетел сейчас в... Артизи. Да, в Артизи. Вечно забывай его никнейм. Он Артур у нас, насколько я помню. Поэтому он Артизи. Артур Би. Ты же в Твиттере. Да, да, да. Артур Баратрумыч. Артур Баратрумыч. Нави успокоились. Ну, тут в первую очередь даже не Нави успокоились, а поняли, с кем имеют дело кайпи. То есть, с какой игрой они имеют дело, что эти сейчас клоуны будут просто нестись вперед и воевать ого-го. Да, ну что, забирает. Тут еще и хвост. Немножечко фарма. Мы видим Аркан Тапки появляются у Тенги. У хвоста Мека появится. Вот после того, как он здесь еще немножко пофармит. Да, у хвоста с левелами немножко проблемы. Ну, вообще мы видим, что два одиннадцатых сейчас у Нави и один одиннадцатый у команды. Кайпи потом два девятых у Нави по левелах. На Нави все мега шикарно. Они ведут шесть тысяч по хп и две с половиной тысячи по деньгам. Но этого мало. То есть, этого мало для того, чтобы выиграть. То есть, мы понимаем. Ну, для того, чтобы выиграть у Медведя, этого действительно мало. Так, Куроки пишет Рошан. Но команда-то уже там рядышка, на самом деле. И Клокер тоже рядом. Он одинок. Вы понимаете, да? Что просто, если Куроки пишет Рошан, и это значит, что он туда сейчас типа пойдет или типа не пойдет, но его сейчас будут ловить. Его сейчас будут ловить, и его поймают. И его поймают, здесь Куроки скорее всего умирает. Хотя спалилась. Спалился сейчас Артизи. Да, квапа действительно спалилась. А внизу у нас только Фаник. Но Фаник поймать очень сложно. Стрелу куда-то дал Фаник. Но он по иллюзии квапы давал стрелу. И сейчас заманивает Фаника. Фаник видят. И хорошо, Фаник липается, но все равно умрет здесь, да. Душить его квапа, но будет Scream of Pain. Это минус викидсик. И это плюс 700 голды для Артизи на ровно ме. Да, причем для Артизи это уже практически... Ходор просто. Не, нормально, нормально все. Пацаны уже начинают троллить друг друга. Все отлично. Да, то есть тут пошел уже довольно веселый матч. Именно гранд-финал на Рослабоне, скажем так. Так, ну Денги, смотри, Денги в Инвизе заходит сейчас на центр. Причем его здесь не видят. А, или догадываются. Сейчас посмотрим. Ну они не видели, что он взял руну, поэтому не могут они как бы знать об этом. Но он просто Инвиз юзал практически под Вардом, вот в чем дело. Да, ну это может быть, да, это может быть проблема. Так что да, вот это осторожное поведение команды Кайпи как раз-таки, скорее всего, свидетельствует о том, что они знали, где Денди. Денди, Денди видит его, видит Анфиксинга, забегает Денди между товара и... Начинает Алхимик раскручиваться. Где он там у нас? Да, вот он разряжается по БН-7. Верхнюю, нет, нет, нет. Вот подсвечивает. И очень вовремя пакет на голову Дендику одевает. Там, кстати, Пайлайдай умер, Денди умирает здесь. Ну, это, конечно, фейл. Ну вот тут немного уже просыпались. Куроки бывает Рошана, его сейчас здесь поймают. Да, ну вот он под шумок на самом деле забежал, причем действительно Вижена не было, но знают, знают, что он там находится. Рошан пишет Куроки. Ракета на Куроки. Ай-яй-яй-яй. Ну, под ма его спрятала, Куроки. Просветка. Развернись, держись, как мужик. Давай, и стан хороший от Алхимика, но демеджа нету, безусловно, у этого Алхимика. И нет ульта Гейл. Тут хвост, хвост, отличный Гейл, отличный ульт. Он 7 умирает точно. Тут минус 2 сейчас будет, минус 2. По-любому артистик должен умирать. Папа умирать тоже точно, на ней урна висит. Ароу, иди сюда, говорит Фаник. Синг-синг, ты паут успеет сделать, да. Ну, нормально, тут Фаник на самом деле разрулил, неплохо разменялся. Проблема, конечно, в том, что Дэнди погиб, и в том, что Дэнди вот только сейчас. Если бы не погиб Дэнди, было бы все такое. Куроки уже здесь. Он что, байбайк делал, что ли? Да. Он делал байбайк. Он пошел Ароу в Интернал Энви. Хвоста, нету Гейля. Нет, есть Гейля. Почему же ты не даешь? Ну, тоже Гейм. Сейчас все будет. Почему он не давал Гейм? Корни пошли, приходишь и умрет, лол. Нет, вход бьет Тавер. А Эггис... Ну, отличный минус, там Дэнди забирает у нас товарища. Это какая-то анекдота, это просто что-то с чем-то. Вот Нави просто такого бешеного кипиша наводят на команду Кайпи. Ну, это реально просто паб-гейм. Это называется, ребята, пошли-ки повоюем. И так, на самом деле, получается. И вот, бежит вот это тело на тебя. Ты не знаешь, что делать. С Урса сейчас действительно, да, сложно что-то сделать. Опять же, у нее еще и Клэп сейчас появился, так что к ней лучше вообще близко не подходить. Сама Урса, она в фейзак нормально гоняет. И вот эти всякие рейнджовые, там, Фаникс со стрелой Пупи, который стан там раскручивает. Много вот нюков у команды Нави. Этого очень сильно нужно боец в команде Кайпи. Вот он стан, вот она стрела. Арон полетает на 4 секунды. Бонн-7 заслипали его. Надо разбудить. Дэнди, разбудили Бонн-7, умирает. Дэнди еще ультануешь. Гель отличнейший, гель от хвоста. Нави, что творят Нави. Такой трешный, посмотри сейчас Фаник. У Фаник 11 зарядов стики. Нет, Купей, там стал в артизи. Фантастика. Ну, минус вышка. Это какая-то фантастика вообще. Такая рвань. Я вот реально такой охренительной игры не видел очень давно. Не, ну Нави очень сильный кипиш наводит. Дэнди, что будет дальше собирать? Это будет Аганим. Дэнди будет с Аганимом. Нормально. Еще туда рефрешер и вейл в дискорд. Дэнди должен сделать. Ну, он может не успеть просто физически, но Аганим и рефрешер у Дэнди, это же светлое. Ну, начнется, конечно, все с Аганима. Нави понимает прекрасно, что им надо здесь делать. Им надо просто взять и пойти сейчас додавить Кайпи. А потом на люксембургском сервере на плюс морали это все закончится 3-1. Все очень просто. Артизи, Бон Севен. Здесь уже возле Теди Тавра и врывается Куроки. Попей здесь же. Стан в Артизи. Залетает Бон Севен. Ароу в Бон Севена. Здесь же Артизи едва живой ушел. Дэнди видит его, но не может ничего сделать. Дэнди. Там Фанник тоже нет. У него никаких кастов Куроки. Гонится за Буны 7. Правда, сейчас Куроки остановили. Боже, и Дэнди не бросит козли вообще. И отличный минус от Фанника. Да, и смотри, Пайл Айдай очень сильно рассыпается. Орхид на Дэнди. Стрела. Тычка я. Куроки клэпом забревает пацана. Тут минус Алхимик. Алхимик только что сел, перекурил. Куроки. Еще тычка залетает. Посмотри. От яда должно умереть Квапа. От яда умирает. От яда умирает. Хорошо. Это минус 3 опять-таки. Медведь и Бейдж. 28 на 15. Но тут Нави уже начинают зарабатывать много денег. Очень много денег. Они забирают вышки. Они забирают много героев. 14 тысяч экспы преимущество уже. Ну нормально, нормально. Пацаны идут, воюют. Все отлично. Я реально. Вот сейчас в чате чувак написал. Я реально отдал бы любые деньги за видео со спины. Если бы они играли сейчас все вместе. Что бы там происходило? Я не представляю, что там сейчас за трешак происходит. Тали, вали, ломай. Это просто вакханали. Ну это времена первого Интернешнл. Сейчас мы наблюдаем. Тут только что так залетело бедному котлу. Ну и минус. Медведь и бенведь. Хорош. Хорош. Вот тут действительно просто хорош. Ну на самом деле сейчас Зевсуля дособирает себе этот аганим. Дэмэджа там будет более чем достаточно. Для той же квапы. Для любого тут будет дэмэджа более чем достаточно. Пупей. Пупей сейчас крутанет на 5 секунд. На. И пошли бить. Энви. Ну и Дэнди тут уже с верхней. Минус Медведь. Медведь убили Ару. Мимо конечно. Но Энви под медальоном. Никуда не уйдет. Боже. 30-15 на 21-й минуте. Нормальная мискон. Нормальная. Вау. Как же я сейчас не завидую людям, которые пропустили эту игру. Это что-то невероятное. Шикарная строта кто-то пишет. Да какая строта. Они на пике тупо есть. Просто да. Берут героев, на которых можно нормально помансить. Там всякие потмы со стрелами. Опять же. Тут у Найи очень прикольная штука. Тут действительно много нюков. Которые если залетят. То вафли. Да. Моментальные вафли. Если залетает бочка от алхимика нормальная. Или стрела от потмы. Дэмэджи там просто миллиард. И с этим ничего не сделай. Тот же Зевс. Он заходит там с Макс Рейнджа тебе. Верхнюю, нижнюю, ульт. Все. Какой там котел. Какая квапада. Они просто отлетают моментально. Ну и вот просто после таких матчей вспоминаешь просто гранд финалы, не знаю, китайских турниров. И думаешь. Блин. Да короче. Какие там алхимик против гирокоптера. Да кому оно надо. Или против антимага еще какого-нибудь. Да, 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 да. Вот. Смотришь. И тупо костер вообще. Да, еще минус вышка. Доту можно играть всеми героями. Вот вообще всеми. Но это так же как и Альянсы. Альянсы могут собирать на гирокоптера из Ирел Блейд и точно так же убивать всех. Да, и играть в Доту. Снизу Синг Синг опять-таки заныкался. Вот это вот. Да, ныкались они постоянно. Первая карта. А нами не, нами будет забирать просто Т3 на топе. Что там ныкаться? Действительно. Там стоит Т3-3. Тут очень много. Там Мека есть. Готовы уже сейчас Куроки. Просто через Фьюрис Вайпс начнет там разрезать. Вот Мека. Крипы фуловые. Все. Можно давить дальше. Вставлять сейчас кризисать. Тут, смотри, еще куча вардов. Смотри, на Медведя набросился. Медведю больно-то, а. Смотри, а Тавр-то падает. А Тавр-то падает. Надо вязать глип. Ну просто вардам Виноманчер-то ничего не делает задухника. Паник оттолкнули вперед. Паник лип назад. Медведь пошел драться с Куроки. Ну, минус вышка. Продходить нельзя. Просто нельзя. Посмотри, Бонеси попадает под раздачу. Это минус Бонесием. Так, хорошо. Урна на Артизи. Нави ломает бараки на топе. И не знает команда Кайпи, что делать. Они просто не знают. Ну, к ним подойти невозможно. Просто невозможно сейчас подойти. Там слишком сильная армия. Ой, тахнули вперед. Пупей, Пупей. Синга. Стан. И Куроки за Сингом. Просто очень быстро его избивает. 30 секунд до Аегиса. Дэнди, идите сюда. Вредеси, Тамару, Файлайдая. Минус три. Да, ну не знаю по поводу когда-либо, но в этом году это точно, наверное, одна из самых зрелищных. Именно крутейшая дота. Вот просто на ютубе масте будет в самом начале названия. Я подписал знатное мяско. Вот так. Действительно, там вот Дредд любит называть на своем канале как-то там игры свои, да, знаешь, там типа 4 танкиста и пёс. Да, да, да. Вот эту игру стоит назвать однозначно. Вот и Юэзист Сухан Юэзист пишет просто на просто хвост у себя в Твиттере. Нави 2.1 и третья, четвертая игра нас ждет очень скоро. Это будет Люксембург. И как бы я даже не знаю, я не знаю, как еще можно это прокомментировать. Если ваши друзья пропустили эту игру, вы им смело можете прямо сейчас написать. Ты тупая лошара. Ты проспал лучшую игру в истории, наверное. Ну не лучшую игру в истории доты, но очень крутую игру. Да, тут, кстати, тоже сказали, что Нави как бы намекает Welcome to Russian Pub. Так и есть, друзья. Уходим на 10-минутную паузу. Четвертая карта гранд-финала Нави Кайпе начнется через 10 минут, я думаю, не больше. Ну, может быть, чуть-чуть больше, но не на много. Скоро вернемся. Тут я прямо аж даже понял, что я хочу включить, но вот даже не могу вспомнить, где эта песня у меня находится. А и Цифани Дэй включают эту. Та-ра-ра-ра-рам-там. Действительно, кстати. Там что-то Kids. Нет, это не то. Это не то, не то. Мы скоро вернемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА